МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский. В студии работает Гульнор Жакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Пострадавшего во время пожара при падении ракеты на вертолете доставили в клинику имени Макожанова. Перелет прошел успешно. Состояние на данное время стабильное, сообщили врачи. Всемирно известный боксер, карагандинец Геннадий Головкин подарил детский игровой комплекс жителям 14-го микрорайона Майкудука. В этом дворе помнят и гордятся своим земляком. Велопутешественник из Грузии Нодар Беридзе посетит Караганду. Он организатор и единственный участник велопробега «Спорт за мир» длиной в 50 тысяч километров и длительностью 850 дней. Обгоревший при падении частей ракеты доставлен на вертолете в клинику Караганды. Пострадавшего поместили в реанимацию ожогового отделения травматологии имени Макожанова. Врачи сообщили, что перелет прошел успешно. Состояние пациента стабильно тяжелое. В Карагандинский центр ортопедии и травматологии имени Макожанова санитарно-авиационная служба доставили пострадавшего. Вячеслав Тыц, 1968 года рождения, в данное время находится в специальной аэротерапевтической кровати, которая обеззараживает воздух вокруг него. «Вчера была первая перевязка пациента. Сказать, когда его точно выпишут, неизвестно. Все зависит от того, как воспримет лечение его организм. Но точно могу сказать, что больше месяца будет лежать в больнице. Конечно же, выполняются все необходимые медицинские процедуры». Напомним, что 14 июня вечером в пожарную часть города Джизгазган поступило сообщение, что в 20 километрах в юго-западном направлении от села Талаб произошло возгорание сухой травы. Причиной возгорания стало падение отделяющихся частей ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Байконур. Площадь пожара составила более 10 тысяч гектаров. В результате пожара от полученных ожогов скончался гражданин 1964 года рождения. Еще один гражданин 68 года рождения госпитализирован в больницу Джизгазгана. Более миллиона тенге. Такой ущерб понесли карагандинские предприниматели в результате пожара в магазине «Тысяча мелочей». Версия арендаторов и жильцов подтвердилась. Причиной пожара стало замыкание электропроводки. Напомним, что вечером 14 июня в магазине «Тысяча мелочей» начался пожар. Впоследствии выяснилось, что полностью сгорели два отдела. Специалистам противопожарной службы пришлось эвакуировать всех жителей девятиэтажки, в котором расположен магазин. К счастью, жертв и пострадавших не было. Ущерб от пожара составил более миллиона тенге. В департаменте по чрезвычайным ситуациям заявили, что очагом возгорания было замыкание электропроводки. Новый детский игровой комплекс появился в 14-м микрорайоне Майкудука. Средства на его установку выделил знаменитый боксер Геннадий Головкин. Об этом спортсмен сообщил при личной встрече с Акимом Карагандинской области Ерланом Кушановым. Встреча состоялась в день открытия в Майкудуке спортивно-оздоровительного комплекса. Горы, качели, турники и многое другое. Детям 14-го микрорайона подарил всемирно известный боксер карагандинец Геннадий Головкин. Это уже четвертый игровой комплекс, открытый в Октябрьском районе Караганды. Но именно этот является самым большим комплексом. Здесь установлено целых пять детских игровых горок. Он полностью поддержал инициативу нашего президента и в рамках программы «Куланжель» подарил такой огромный, большой, хороший, красивый детский игровой комплекс, состоящий из пяти городов. На сегодняшний день инициативу Геннадия Головкина уже поддержали 10 бизнесменов. Это 10 успешных людей нашего Октябрьского района. Эти такие же красивые игровые комплексы будут стоять в Майкудуке, в Пришахтинске, в сортировке. Не случайно Геннадий Головкин сделал подарок детям именно 14-го микрорайона Майкудука. В этих дворах прошло детство прославленного спортсмена. Здесь и по-прежнему живут те, кто помнит Геннадия со всем ребенком. Одна из них – Нина Михайловна Лепеха. Всем двором мы его воспитывали, не только Гену и Максимку. Максимка был послабже, нежный. Гена был посерьезнее, конечно, поэтому Гена был защитник. Это однозначно. Казалось бы, они разные дети, ну, на мордашку. Но и характером разные. Но они единые целые. Они друг без друга не могут. Это уже до конца жизни будет. В этом дворе вообще живут большие поклонники Геннадия. Дети щеголяют в бейсболках с логотипом «Трипл-Джи». И подавляющее большинство мальчишек мечтают повторить карьеру Головкина. Среди них шестилетний Карим Жексибеков. Он даже продемонстрировал свои навыки. Новый показок. О, молодец вообще. Почин Геннадия Головкина поддерживают и местные предприниматели. По информации районных властей, в дальнейшем планируется установка не только детских игровых площадок, но также и спортивно-оздоровительного комплекса для взрослых. Андрей Тенжек, Сылк-Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В Караганде можно подать заявку на покупку жилья по государственной программе. С 19 июня начинается прием заявок на приобретение квартиры в микрорайоне «Панель-центр». Дома были построены по государственной программе «Нурлыжол». Квартиры реализуются только в чистовой отделке со всем необходимым. Стоимость одного квадратного метра обойдется в 140 тысяч тенге. Прием документов будет осуществляться до 18 июля. Всего планируется реализовать 168 квартир. Акционерное общество «Жилстрой Сбербанк» реализует две государственные программы – развитие регионов и «Нурлыжол». По программе развития регионов предусмотрено не только получение кредитного жилья, но и предварительная аренда. То есть, если вкладчик не может сразу взять кредит, у него есть возможность арендовать жилье в течение 8 лет с последующим выкупом. Оставшуюся сумму можно оформить в кредит на срок до 15 лет с процентной ставкой не более 5% годовых. Что касается программы «Нурлыжол», то здесь в аренду жилье брать нельзя. При оформлении кредита необходимо наличие первоначального 30% взноса. Основной особенностью программы развития регионов и «Нурлыжол» является то, что 50% всех квартир, которые будут строиться в данных жилых домах, они будут распределяться как кладчикам «Жилстрой Сбербанка», так и очередникам, которые стоят в очереди на жилье местным исполнительным органам. По программе развития регионов у нас строится 792 квартиры, из них 50% будет распределено среди очередников местных исполнительных органов и 50% будет распределять сам банк «Жилстрой Сбербанк» среди вкладчиков банка. По программе «Нурлыжол» 336 квартир также будут распределяться по схеме 50 на 50, 50% для очередников местных исполнительных органов и 50% будут распределять банк. Для того, чтобы претендовать на жилье в микрорайоне Панель-центр, необходимо быть гражданином Казахстана или переселенцем, подтвердить свою платежеспособность и, главное, не иметь собственного жилья на территории страны. Участвовать в покупке могут все казахстанцы, которые соответствуют необходимым требованиям. Отбор кандидатов будет проводиться путем подсчета баллов. Программа распределения баллов будет прозрачной. Каждый сможет открыть свой личный кабинет на сайте, подать заявление и отслеживать результаты. Баллы будет подсчитывать компьютерная программа. Между программой развития регионов и между программой Нурлежо. Разница не только в цене 100 тысяч и 140 тысяч индей за квадратный метр. Следует отметить, что в рамках программы Нурлежо у нас не предусмотрена аренда квартир с последующим выкупом. Здесь квартиры будут только продаваться. И продаваться будут тем участникам, которые на сегодняшний день в Жилстройсбербанке имеют накопление. И эти накопления должны быть не менее 30% от стоимости жилья. В первую очередь будут смотреть на то, сколько времени человек является вкладчиком банка. Какие у него есть накопления и как он их копил. Президентов на эти 168 квартир будет много, заявили на пресс-конференции. В основном это госслужащие, работники бюджетных организаций и неполные семьи. Кроме того, планируется прием заявок на квартиры в строящихся домах. В конце 2017-го, в начале 2018-го года будут приниматься заявки на 192 квартиры. Правда, пока что строить дома еще даже не начинали. Сейчас проводятся конкурсные процедуры. Фариза Албаева, Василь Сазамбаев, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Скиф в Караганде представляет Супер акции с 5 по 18 июня Цыпленок бройлера у КПФ 1 килограмм 599 тенге Рис выгодно 900 грамм 185 тенге Скиф. Просто сравни цены. Ученые, специалисты, преподаватели и сотрудники правоохранительных органов обсудили вопросы перевода казахского языка на латинскую графику. В ходе мероприятия в Карагандинском доме дружбы участники высказались в поддержку этой идеи и обменялись мнениями. В доме дружбы за круглым столом прошло обсуждение статьи главы государства «Взгляд в будущее – модернизация общественного сознания». В одной из глав этой статьи говорится о переходе казахского языка на латиницу. Лучшие ученые страны занимаются переводом алфавита. Курман Газы Сембиев поддерживает эту идею и считает, что это не просто часть главы огромной статьи. По его мнению, это возможность рассказать и сохранить духовные ценности не только среди тюркского народа, но и во всем мире. Как отметил глава государства, переход будет постепенным, поэтапным. Что касается нашего города, то в школах, высших учебных заведениях и во многих организациях проводятся работы. Также с начала нового учебного года в учебных заведениях будут открыты курсы по обучению алфавита на латинице. Переход на латиницу – это плюс в сфере политики и в сфере учебы, да и во всех сферах. Мы избавимся от множества ненужных знаков и правил. Если сейчас наш алфавит состоит из 42 символов, то в новом будет намного меньше букв. Это удобнее и легче. Вторая тема, которую обсудили участники круглого стола, была проблема аномастики. Как заявили специалисты, в городе есть множество улиц, название которых не имеет смысла. В стране активно идет переименование улиц именами батыров, героев и ученых, связанных с историей Казахстана. За 25 лет в Караганде было переименовано более 400 улиц. Самая первая и главная проблема – это название улиц, аномастика. Если прийти к статье главы государства «Взгляд в будущее» и модернизация общественного сознания, в одной из глав описывалась эта проблема. В Караганде уже активно идет переименование улиц. Проблемными пока являются Асакаровский, Нуринский районы и Абай. Но и там в ближайшее время будут изменены названия улиц. Сейчас много улиц, названия которых не имеют никакого смысла. Улицам нужно давать исторические названия. Все члены круглого стола единогласно поддержали идею президента о модернизации общественного сознания. Андрей Тенаж, Аргеба, Ваших, Сылк Нурта, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. К другим новостям. Новый бизнес-отель «Сенатор» возвели в Караганде. Гостиничный комплекс построен при финансовой поддержке фонда «Дому» по программе «Дорожная карта бизнеса-2020». Такого отеля с современными требованиями стандарта в шахтерской столице еще не было. С подробностями Фариза Улбаева. Я в Мальчик-бизнес-отель «Сенатор». В 20 минутах езды от аэропорта и 7 минутах от железнодорожного вокзала. «Сенатор» располагает клиентам 30 номеров в категории от стандарта до президентского номера. Они сочетают в себе повышенный комфорт, стильный деловой дизайн и отвечают современным требованиям и стандартам. «Отель «Сенатор» предлагает размещение в номерах различной категории, таких как «Стандарт», «Де-Укс», «Сюит», которые сочетают в себе повышенный комфорт, стильный деловой дизайн и отвечают самым современным требованиям и стандартам. Строительство такого современного отеля началось в 2014 году. На проект общей стоимостью почти 500 миллионов тенге. От государства были выделены заемные средства в размере 175 миллионов тенге. Реализация нового проекта обеспечила налоговое поступление в бюджет свыше 24 миллионов тенге. Данный объект был приобретен на собственные средства. Начались первоначальные работы по возведению заезобетонных конструкций. Потом в дальнейшем мы обратились в Акимат с просьбой о выделении дополнительных средств. Они подержали нашу заявку и началось финансирование. Финансирование продолжалось практически до окончания строительства. Мы вкрадывали свои средства, осуществляли свои личные инвестиции и также с привлечением кредитных средств. Здесь также созданы дополнительные рабочие места. Почти 20 работников персонала из 30 были приняты на работу при содействии Центра занятости города Караганды. Фариза Албаева, Айсламбек Успан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Несмотря на то, что энергетическая система нашего региона с каждым годом становится надежнее, но совсем избежать сбоев в работе электрических сетей невозможно. Для этого оперативно-ремонтные бригады компании Караганды-Жарык стараются устранять поломки оперативно и всеми возможными способами. Подобные ситуации у нас практически каждый день, потому что благоустройство города идет, мы да, за это все. Но согласовывать, потому что наши сети остаются либо под брусчаткой, либо на тротуаре, либо вообще асфальтируют. Служба кабельных линий ТО Караганды-Жарык призвана обеспечивать бесперебойную работу объектов электросетей, как и сама задача компании. Главные задачи, которую выполняют работники службы, это организации выполнения различных мероприятий для обеспечения бесперебойного функционирования объектов электросетей, а также ликвидации неполадок и аварий. Но для того, чтобы устранить неполадки, быстро и без ущерба существует одна проблема – ремонт автодорог, который ведется по всему городу. Ведь подрядчики не предупреждают заранее о проводимых работах и заливают новый асфальт, где и проложены электросети. Когда прокладывали кабель, дороги не было, была степь голая. Сейчас, прошлый год, расширили дорогу, не согласовывая с Караганды-Жарык. Они расширили, проложили асфальт, уложили. И сейчас вот мы сталкиваемся с этой проблемой. Если бы заранее предупредили, допустим, за год, могли бы мы вынести этот кабель с этой территории. А так вот сейчас проблемы. И тем более, чтобы раскопать здесь все, надо очень много согласований, чтобы новый асфальт скрыть. Тем более, он на гарантии, говорят. Сейчас бригада ТО Караганды-Жарык ремонтирует один из главных электрокабелей, который питает электричеством район старого аэропорта. Причина обычная – перегруз кабеля. Компании пришлось разрыть недавно проложенный асфальт и устранить неполадки. И вместо двух часов работы на эту небольшую поломку было потрачено два дня. Далее подрядная организация компании Караганды-Жарык самостоятельно проложит отрезок поврежденной дороги. Сейчас уже завершается восстановление кабельной линии 10 киловатт и монтаж соединительных муфт. Фариза Улбаева, Василь Сазамбаева, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Через всю Россию, Казахстан, Европу, Далисабона и в Грузию. Таков длинный путь грузинского велопутешественника Нодара Беридзе. Он организатор и единственный участник велопробега «Спорт за мир» длиной в 50 тысяч километров и длительностью 850 дней. Для Нодара это не первый велопробег, однако самый масштабный. В пути он выполняет миссию народного дипломата, призывая людей к миру, интернациональной дружбе и здоровому образу жизни. Это второй этап велопробега. Путешественник отправился из Владивостока несколько месяцев назад. Проехал всю Сибирь. Сегодня его путь пролегает через Казахстан. 16 июня путешественник побывал в Павлодаре, а уже 17 июня вечером прибудет в Караганду. Своё турне Нодар Беридзе планирует закончить 26 мая 2018 года в Тбилиси на праздновании столетия со дня провозглашения независимости Грузии. В Казахстане начал свою работу международный музыкальный проект. Этот конкурс кюев и айтысов задуман для продвижения казахской народной музыки. Инициатором идеи конкурса выступил национальный телеканал «Казахстан». Возрастной ценз от 18 до 40 лет. В конкурсе могут принять участие исполнители народных песен на национальных инструментах «Домра», «Кубы», «Сырнай». С начала месяца в каждом регионе будут проходить отборочные туры. В Караганде они пройдут 18 июня в 11.00 по Дворце культуры Горняков. Лучшие получат путевку на главный телевизионный конкурс. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. И смотрите наши новости на сайте канала. Приятных вам выходных. Хамасов Болгстер. Редактор субтитров А.Семкин